Вадим, я забыла. Время час ночи, ребята. Я забыла. У нас же тут курица сидит. Вадим, надо отнести сарай ее. Нет, не неделю. Она сегодня. Я только сегодня ее принесла. Это наша молодая. Я забыла про нее, представляешь. Я хотела, чтобы ты пришел с работы и отнес ее в сарай. Потому что туда хочу корм, я индюку хочу. Вот его, маленькая моя, сейчас тебя отнесут. Я думала, где тоски же я отнесу. Руку там засовываю. Нет носков. Ты маленькая. Она просто, я хочу от цыплята, к цыплятам посадить просто. Не знаю, кого индюка хоть. А, ой, я поняла, как все сделала. Потом все расскажу. Давай, неси ее. Разбудила Вадима. Им на работу завтра. Курица разбудила. И курица разбудила. Давай, неси. Спокойной ночи. Здравствуйте, меня зовут Терра Ливанчук, и я живу в деревне. Что так? Куры. Не выходила я долго. Привет, Гоша. Ты тут уже все сделал, да? Гоша, ну что, у тебя там с головой сегодня я не смотрела. Фу, что-то ты сегодня воняешь, Гоша. Ну-ка иди, тогда к Масе. Иди. Ну-ка, что-то ты сегодня, наверное, моську свою испачкал. Ну-ка. Что-то курица сегодня долго квопчет. Ой, каким он влюбленным взглядом на нее смотрит. Ох, каким влюбленным взглядом. Гоша. 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 Козел. Ты козел. Ты козел, Гоша. Вот хочу вам показать все-таки я... Когда я алюминиевый спрей вот этот потеряла... Кстати, он стоит вот, смотрите, 464 рубля. А то мне пришлось купить вот такой вот мне посоветовали. Спрей терамицин. Он стоит 600 рублей. Вот представляете? Вот я этими спреями обрабатываю Гошке Рок, что вот отвалился. Но... Потому что он глубоко прям с корнями отвалился. Но еще, естественно, я перекисью водорода промываю. Потом... Ихтиолкой смазываю. Но это уже после вот обработки. Ну, в общем, там процедура такая. Рок отвалился, уже неделя прошла, наверное. А козлика мы взяли две недели уже прошло. Поэтому вот... Так, сейчас пойду алюминиевым спреем брызну. Не хочет он, убегает. Но я его поймаю. Гоша, стой. Стой, молодец. Конечно, вот... Видите, как? Все-таки еще есть у него проблемка. Видите, там что-то... Ну и все. Давай, иди. Беги. Беги. Так он прыгает, скачет веселый. Все нормально. Ох ты, чуть не упал. Ты тоже сильно-то... Загоняй, загоняй. Ну, ты не в ту сторону погнал. Гоша, помощник еще тут. О, тут еще одна. Вы парочкой? А это вы какие бесовестные. Так, Гоша, куда-нибудь их. Давай. Так, Гоша, не надо заходить. Идите. Заходите. Вот так вот. Так-то они приучены заходить. Гоша, тебе не надо. Ой, какая там грязь. Вот так вот они обычно общаются. Через клетку. Но Гоша хочет с ней общаться. Да-да. Он пытался уже залазить на нее. Хотя у нее охоты нету никакой. Сейчас я выведу ее. Пообщаются они немножко. Конечно, мне ее приходится держать. Ну, а этот, конечно, вот. Так, пойдем мы сей. Пошли. Ты пойдешь за нами? Гоша, Гоша, пойдем. Беги, беги, беги. Пойдем, пойдем. Ну-ка шлюпай, шлюпай. Как обычно козлы делают. Губами шлюпают. Ну-ка. Как ты? Ну. Вот, целуется уже. Видите, как облизывает ее. Как правдичный. Бегите, он такого. Ну, видите, он не... Ух ты какой! Ух ты, да у нее охоты нету! Ты куда? Господи, Гоша! Ой, 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 что творится. Гоша, у нее охоты нету. Еще даже не надо ничего такого. Ты просто за ней ухаживай. Чтобы она пришла в охоту. Понял? Не надо на нее прыгать. Господи, сейчас снесете меня. Ну, тебя. Мась мбедная, Мася моя. Не надо прыгать. Что ты... Ух ты, какой наглый! Ух ты, какой наглый, что творит! Да подожди ты! Что творит? Бессовестный, а? Смотри, что лезет и все на нее. Гоша, ты что творит, господи! Да у нее охоты нету! Ты что делаешь-то? Ой! Ой! Ты что творит, а? Ой, 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 ой! Ой, подождите вы! Ой, ой! Ну, что делает, творит, а? Да ты не надо прыгать-то! Ты просто за ней ухаживай! Ой! Сейчас я боюсь ее отпустить, потому что иначе она его долбанет. Ох ты, мама моя! Ой, какая она сильная! Так, Гоша, давай убегать! Убегать! Гоша, убегать! Гоша, убегай! Пока! Давай-давай, бегом-бегом-бегом-бегом-бегом! А то она тебе сейчас рог сломает второй. Давай-давай! Ох ты, какой хитрый! Конечно, я держу пока! Можно? Давай, заходи! Иди сено поешь! На! Ой, какая там грязь! Ух ты, какой! Расхрабрился! Ух ты! Чуть мне не переломал все руки! Гоша, ух ты, какой! Че это с ним такое сегодня? А? Ну, Мася в охоту, если она приходила 20-21 октября, то где-то в охоту придет число 10 ноября. Сегодня 31 октября. Так что рановато еще. А что он на нее прыгает, не знаю. Вот так вот. Раз зима не наступила, надо еще готовиться к зиме. Хотя это уже порядком надоело. Вот. Здесь у нас была тыквенная грядка. И навоз очень хорошо перепрел. Смотрите. Как раз пригодится для рассады. Вот. Сейчас я накладываю мешки. Хотя, в принципе, если бы наступила зима, и мы не приготовили бы эту землю, мы бы ее взяли в теплицу. У нас там тоже такой же перегной хороший есть. Ну, раз не наступает зима, что-то делать же надо. Чем-то заниматься же надо. Поэтому вот я буду готовить землю. Вот. И потом еще у нас там в теплице опустились грядки. Тоже еще вон в тачку положу. Но я таскать ничего не буду. Просто наложу землю и оставлю. Вадим вечером увезет. Потому что в горку вверх тяжеловато, честно говоря. Вот. Я вообще не представляю, у кого нет хозяйства своего, где они берут землю для рассады. Вот, например, только один огород. А козы нету. Где брать перегной? Покупать, что ли? Это очень дорого получается. Потому что у нас уходит три полных мешка. Ну, я, конечно, маленько продаю рассаду, но у меня уходит три полных мешка на рассаду до того времени, пока мы не можем брать ее в огороде. Потом, когда все уже растаивает, уже пикировать надо, ее можно набрать где-нибудь уже. Мешка четыре наберу, потому что эту надо кучу убрать, потому что сюда мы будем опять складывать навоз, и на следующий год опять сажать сюда тыквы. И как-то нужно еще в сторонку землю убрать, потому что как грядка делается для тыквы или для огурцов? Вокруг вот так вот навоз, вокруг, а в серединке просто надо почву. А где-то ее же взять надо будет. Где-то надо, чтобы она в сторонке была. Откидать, что ли, куда-нибудь ее. Ну, ладно. Смотрите. Это вы отгадайте, что это такое. Это комары. Это что за явление такое? Дождите-ка. Ух ты! Вот это да. Представляете? Комары. Вот это да. Представляете? Тебя откуда? Надо быстрее дом закрывать. Вот это да. Ничего себе. Фокусы какие-то. Я опять всех тут утрамбовала. Две серых здесь. Гриша здесь. Белая кура. Смотрите, она уже не белая. Она прям грязнулька. Ее топчет Гриша, наверное. Смотрите, серых сколько. Раз. Два старенькая кученка. Или там кто? Три. И вот молотку. И мы ночью сегодня принесли с Вадимом, которую забыли вчера в коробке. Вот она. И она с ними нормально не дерется. Нормально. Все хорошо. Вот она ходит. Но темновато. Ой. Нет, говорю. Ну, ничего. Усправятся как-нибудь. Смотрите. Куры не несутся два или три дня. Я такая была возмущенная. Не несутся почему-то. Хотя, в принципе, ну линяет одна-две. Одна-две. Молотки должны же нестись. Ну и все. Пошла исследовать. Еще Вадиму написала в заданиях посмотреть под сараем. Может быть, опять они один раз нанесли нам клад под сараем. Пошла смотреть я. Видите, у нас что творится. Вот. Это вот мы, который Вадим недавно так делал. Очень удобно получилось. Ну, а там просто вот по валетам ходим. Что делать-то? Так. Вот, смотрите. У нас коза и козлик наели вот таких нор. И иногда, конечно, куры туда несутся. Я вот сейчас пошла щупать, смотреть, смотреть, искать, 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 искать. Та-та-та-та. Глядите, что нашла. Ой, какие они тут грязные. Они потому что ногами тут все истоптали. Вот. Сколько? Восемь штук. Но мне кажется, это не все, потому что два или три дня, может быть, и все. Ну, нормально. Даже если это все. Теперь получится, нужно будет их помыть и съесть. Потому что хранить мытые долго нельзя. А такие хранить тоже не очень-то. Вообще, как лучше? Или так положить, пусть, перед тем, как использовать их, помыть. Или помыть и пусть лежат. Или помыть и съесть. Ну, вот как-то так надо сделать. Попробую показать, как я стригу маски копыта. Не знаю, удобно, неудобно будет. В общем, попробую. Вот такой инструмент я купила недавно. Я ни разу не пробовала им еще. Не знаю, пригодится, нет. Это обычные кухонные ножницы. Секатором мне было не так удобно. Так, тут немножко водичка, потому что на улице грязно. Чуть-чуть я с туксусом водичку. Ну, давай, мать. Чуть-чуть хотя бы. Ой, все, вылило. Все, и уберем. Все, и уберем. Уберем, вытрем. Так. Не очень сподручно, конечно, это все подрежать. Давай, вытрем. Сюда. Ну, давай. Слегаверим. Молодец. 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 Давай. Ну. Сейчас я ее высушу, немножко посушу. Так, можно ее теперь, наверное, отпустить в птичь, Машку. Держать только одно копыто. Ну, иди сюда. Ко мне ближе, иди. Все, молодец. Вот тут вот у нее. Вот это копыто, кстати, у нее деформировано. Из-за того, что она один раз попала в щель между досками. Я звала соседа. Ну, куда пошла-то ты? Ложись вообще. Звала соседа, и он там ломом отгибал доски для того, чтобы вытащить. Ну, и пока она там была со своим копытом, в какое-то время у нее немножко деформировалось она. Давай чуть-чуть почищу тебя. Бери моргу. Моргой бери. Ну, я не умею этим чистить. Ну, вообще ничего не понимаю, как оно острое должно быть, что это внутри чистить. Или так вот у нее нигде, ни навоза, ничего нет внутри. Ну, все, струненько. Сделала копыт. Чуть-чуть, еще вот это посередине обрежу. Одно посередине. Все, видишь, она умница какая. Моя мася, что ли? Так потихоньку сейчас синий обрежу. Да? Это моя мася? Моя мася. Моя мася, все красивенько. Давай другую ногу. Так он не убегай от меня, ладно? Давай другую. Моя мася. Ты умничка моя. Моя мася. Козя моя козя. А вот эта негдеформированная. Я быстрая. Ты моя стюля козя. Моя молодец моя. Козя моя. Молодец моя козя. Вот она. Она умничка. Она любит, чтобы все красиво было. Чтобы чистенько было. Чтобы аккуратненько было. Ты моя умничка. Терпи, потерпи. Мне удобно стоять. Высоко, высоко. Сильно высоко. Давай вот так вот. Это уже нормально. Да нормально все. Ты моя. Ммм. Все хорошо. Все хорошо. Мою, 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 мою. Витя, давай задние. Мать, давай задние. Давай только их сполоснем немножко. Давай. Немножко их водичкой. А то грязно там ходишь по какашкам. Иди сюда. Давай чуть-чуть. Теплые водички. Молодец. Вот она. Помыли ножки. Помыли ножки. Молодец. Давай. Заднюю. Так, тихо. Все, все, все. Заднюю. Его будем теперь делать. Заднюю постригать. Все. Ну, конечно. Всё. Спасибо. quadru尾. Так. Вamen. Ура. 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 Матя Матя Последняя ножка Ах ты! Последняя ножка Не пей так Козлёночком станешь Не пей грязную воду, Маша Козлёночком станешь Моя Матя Ох ты, моя Матя Ох ты, моя Матя Дёрк, дёрк Ну всё, всё, всё Молодец Надо посильнее, конечно, можно было, но Лучше почаще И поменьше Главное, чтобы не гнили, ничего не было Не видно, наверное, ничего было Вот так, всё аккуратненько, хорошо Мы копыты стрижём, Маськи Ну всё, не вынесла душа поэта Набрала два мешка, два мешка Вадим вчера набрал, два мешка сегодня я И притащила, ладно Пусть у Вадима поменьше работы будет Так А здесь Осталась вот такая небольшая кучечка Так, небольшая Может кажется, что небольшая На самом деле она огроменная ещё Вот её как раз нужно будет оставить в середину грядки Сдвинуть куда-нибудь, или что Вот это вот будет навоз мы будем таскать Это Вадим увезёт в теплицу Добавить там на грядки немножечко Вот, а эту надо кучку куда-нибудь сдвинуть А здесь оставить место под навоз Вообще мы не хотели эту землю убирать, потому что нам надо поднимать эту часть Она самая низкая Но очень хорошо использовать такой перегной для всего Видите, какая хорошая земля Прям очень хорошая Вот, не покупать ничего Хотя в прошлом году я недорого покупала Но в этом году что вообще её покупать, когда своя Не везти никуда не надо, ничего Смотрите, какая прелесть вообще Очень хорошая Так, ну всё тогда Всё Сегодняшний ролик я закончу У меня там набралось Немножечко Поснимала я Руслан не попал в кадр Поснять тебя? Не надо? Ну ладно А кому понравилось моё сегодняшнее видео ставьте лайки, подписывайтесь Это я так устала уже Всё, лайки Да и лайки тоже слово такое Классы ставьте О, кому понравилось моё сегодняшнее видео ставьте классы Подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями моим видео, моим каналом Пишите хорошие комментарии и заходите почаще в гости Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok